Итак, твердое тело в центральном гравитационном поле. Значит, будет два пункта. Первый пункт – это неограниченная постановка задачи. Это именно шесть степеней свободы. А вторая мы еще поговорим об ограниченной. Неограниченная. Неограниченная задача. Ну, еще, так сказать, это называется задача о поступательно-вращательном движении тела. Поступательно-вращательное движение тела. Ну, вот специалисты по небесной механике называют это поступательно-вращательное движение. Вот. Здесь картинку нарисую. Итак, давайте введем неподвижную систему координат. Я ее буду сейчас обозначать большими буквами. O, X, Y, Z. О – притягивающий центр. Значит, O, X, Y, Z – это неподвижная система координат. О – притягивающий центр. Так. И, значит, в этом пространстве движется тело. S – центр масс. Ну, и введем еще главные центральные оси инерции. S, X1, X2, X3. Значит, S, X1, X2, X3 – это главные центральные… Центральные, значит, S – центр масс, оси инерции. Ну, а соответствующие моменты инерции – G1, G2, G3. Так. Значит, тело свободное, никаких ограничений нет. Шесть степеней свободы. Пространство положений – это R3 умножить на SO3. R3, так сказать, это… Определяя… Значит, центр масс движется в пространстве R3. И его положение в этом пространстве можно определять, ну, скажем, тремя декартами, координатами X, Y, Z, или удобнее – сферическими координатами. Р – расстояние от центра масс до притягивающего центра. Теперь спроектируем центр масс на неподвижную плоскость O, X, Y. Вот этот угол Сигма обозначим между прямой, соединяющей проекцию центра масс, ну, можно написать S штрих, и осью O, X, и угол дельта. Это сферические координаты R-сигма-дельта. R-сигма-дельта – это сферические координаты центра масс S. Вот. Ну, а ориентацию тела будем определять по отношению не к неподвижной системе координат, а к так называемой орбитальной системе координат. То есть, ведем еще одну систему координат, которая является подвижной. Но начало ее всегда в центре масс. S, XI, Z – это орбитальная система координат. Значит, при этом… Сейчас я нарисую. Вот здесь будет Z, вот здесь где-то XI, и вот здесь это. Значит, орты этих осей, связанные с телом и орбитальной, будем обозначать, соответственно, E1, E2, E3 – это орты системы координат S, XI, 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 XI. А орты орбитальной системы координат будем обозначать α, β, γ. Это единичные векторы осей S, XI – это и Z. При этом, S, Z направлено вдоль радиуса вектора. То есть, радиус вектор центра масс – это есть R на γ. Ось Z, единичный орт этой оси γ, направлена вдоль радиуса вектора. Значит, вектор α, единичный вектор оси ξ, α, он параллелен плоскости OXY, то есть, α на E, Z большое, сейчас, скалярно, да, равно нулю. То есть, вектор, ось S к Си параллельно неподвижной плоскости. И направлена в сторону скорости центра масс. То есть, α на скорость центра масс, Vs, больше нуля. Скалярное произведение вектора α. Ну, а β добавляет α и γ до правой тройки. Значит, α, β, γ, правая тройка. Правая тройка. Вот. Ну и, значит, ориентацию, вот, SO3, мы будем определять, скажем, углами Эйлера. Углами Эйлера. Пси, тета, фи. Ну, чтобы там не загромождать, я отдельно нарисую. Ну, повернув. Вот у меня есть орбитальная система координат. S, ξи, это, дзета. И вот система координат, жестко связанная с телом. Ну, и угл Эйлера, это угол Пси, угол между осью S, ξи и пересечением плоскостей S, X1, X2 и S, ξи. Это стандартные углы Эйлера. Угол Фи между вот этой прямой пересечения и осью X1. И угол тета между осями S, Z и X, X3. Вот, значит, шесть координат. Так, значит, здесь будет достаточно много громоздких промежуточных выкладок. Я их буду опускать, поскольку в экзамен это не входит. Ну, в книжке у нас это все написано. Ну, зачем загромождать-то, кстати. Лекцию я просто поэтому сразу буду писать, значит, формулы. Вот я приготовил. Значит, скорость центра масс. Это я должен продифференцировать вот этот вектор R абсолютным образом по времени. R у меня меняется и гамма у меня меняется. В итоге у меня получится вот что. R сигма с точкой косинус дельта на альфа плюс R дельта с точкой на бета плюс R с точкой на гамма. Скорость центра масс определяется, конечно, сферическими координатами и их производными по времени. Это абсолютная скорость. Точка здесь стоит, поскольку она точка стоит над скалярными вещами. А для скалярных величин абсолютная, относительная, неважно, какая производная по времени. Так, это скорость центра масс. Теперь угловая скорость омега. Это абсолютная угловая скорость твердого тела. Она складывается из относительной угловой скорости и переносной. Относительную я просто буковкой Омега обозначаю маленькая. Сейчас я напишу, чтобы не путать. А это вот переносная. Итак, здесь Омега большое. Это абсолютная угловая скорость тела. Так, Омега относительная угловая скорость. То есть, относительно орбитальной системы координат. У меня углы элера введены между осями, связанными с телом, и осями орбитальной системы координат. Поэтому вот относительная угловая скорость, это относительно орбитальная система координат. Ну и, наконец, Омега переносная. И здесь Омега переносная. Это абсолютная угловая скорость системы С кси это дзета. Она же движется, у нее тоже есть угловая скорость. Опять-таки, не прибегая к выкладкам, сразу напишу ответ. Значит, Омега переносная. Это есть минус дельта с точкой на альфа, плюс сигма с точкой, косинус дельта. Дельта на бета, плюс синус дельта на гамма. Вот это переносная угловая скорость. Вот. Теперь, ну а относительно, это, кстати, кинематические формулы Эйлера. Относительно Омега, это, значит, сумма Омега и на е и, и меняется однички до трех. Значит, Омега-1, это тетта с точкой, косинус Фи, плюс Пси с точкой, синус тетта, косинус Фи. Омега-2, минус тетта с точкой, синус Фи, плюс Пси с точкой, синус тетта, косинус Фи. Наконец, Омега-3, это Фи с точкой, плюс Пси с точкой, косинус тетта. Далее. Значит, я могу разложить векторы единичной орты орбитальной системы координат по осям системы координат с жестко связанным стрелом. А вот здесь у меня поместится. Значит, альфа, это будет сумма альфа и на е и, соответственно, бета, это сумма бета и на е и, гамма, это сумма гамма и на е и. Суммирование от единички до трех. Понятно, ничего сложного. Особенно нет. Ну и таким образом я могу получить Омега большое, спроектировать его на главные оси, на главные центральные оси инерции. И, конечно, значит, Омега-1, это есть Омега-1 просто, минус дельта с точкой на альфа-1, здесь беру, плюс Сигма с точкой на косинус дельта бета-1, плюс Синус дельта, да, на гамма-1. Ну и Омега-2 большое, Омега-3 большое, получаются просто замены индекса везде 1 на 2 и 3, соответственно. Понятно. Вот такие громоздкие формулы. Но задача-то сложная. Так, значит, кинетическая энергия. Это 1 вторая МВС в квадрате. Забыл, конечно, написать, что есть масса у тела. Ну, здесь напишу. М масса тела. Понятно. Ой, я же не все написал. Плюс 1 вторая, Ж, С, Омега-большое, на Омега-большое. По теореме Кёнига, значит, кинетическая энергия такая, М масса тела. А Ж, С центральный тензор инерции. В главных осях ему соответствует диагональная матрица с элементами Ж1, Ж2, Ж3. Вот. Это пока цветочки. Сейчас начинаются ягодки. Это мы посчитали кинетическую энергию. Значит, сила притяжения, гравитационная, конечно же, потенциальная. И вот сейчас будем вычислять потенциальную энергию. У нас к точке О притягивается каждая точечка тела. Поэтому, чтобы найти потенциальную энергию, нужно просуммировать все потенциальные энергии, соответствующие. Или, так сказать, удобнее писать это через интеграл по объему. Значит, Тау – объем, занятый телом. Значит, ДМ от Х. Вот у меня произвольная точечка тела. Ее радиус-вектор в осях, связанных с телом. Ну, значит, все связанное с телом обозначаю через Х. А здесь ДМ в этой точке. ДМ от Х – это элементарная масса в точке с радиус-вектором Х. Понятно, да? Каждая точечка тела имеет, так сказать, элементарную массу. И, значит, потенциальная энергия у нас – это минус мю, интеграл по объему Тау. Здесь стоит ДМ, а здесь стоит модуль Р плюс Х. Значит, вот у меня радиус-вектор ОС. Это радиус-вектор Х. Значит, радиус-вектор точки ДМ по отношению к центру О – это Р плюс Х. Правильно? Стандартная, так сказать, стандартная потенциальная энергия Ньютоновского гравитационного потенциала. Вот. Ну, значит, это можно переписать таким образом. Это минус мю, интеграл по Тау, интеграл по всей области, занятый телом. А здесь будет стоять Р квадрат плюс 2 Р скалярно на Х плюс Х квадрат в степени минус 1 вторая на ДМ. Значит, модуль вектора, который представляет собой сумму Р плюс Х – это корень квадратный из скалярного произведения. Р плюс Х умножить на Р плюс Х. Р на Р – это Р квадрат, два раза на Р на Х плюс Х на Х – это Х квадрат. Понятно, да? Так. Ну, или мы можем это представить в таком виде. Минус мю делить на Р, интеграл по Тау, а здесь будет стоять единичка плюс 2. Я, так сказать, внутри скобок Р квадрат выношу за скобки, извлекаю, так сказать, корень, и он с отрицательной степенью. Это минус мю на Р получается. А в скобочках остается плюс 2 гамма Х на Р. То есть я должен это поделить на Р и это поделить на Р, поскольку Р квадрат я выношу. Но Р вектор делить на Р скаляр – это гамма. Правильно? Ну и плюс Х квадрат на Р квадрат. Это в степени минус 1 вторая на ДМ. А теперь мы будем заниматься, так сказать, именно, скажем, задачей движения искусственного спутника в поле тяготения Земли. Значит, а не Луной. Для Луны вот то, что я дальше буду делать, не годится. Не Луна в поле Земли. Значит, мы будем предполагать, что размеры тела много меньше, чем расстояние от притягивающего центра до центра масс тела. То есть, модуль Х... Ой, нет, Х у меня и так модуль. Х – это модуль Х. Таков. Значит, это меньше или равно Л, где Л – максимальный размер, характерный размер тела. Или там максимальное расстояние от точки С до поверхности тела. Или там характерный размер тела, еще говорят. Просто меньше или равно характерный размер тела. Так мы будем предполагать, что Л делить на Р – это эпсилон, много меньше единички. Ну, а тогда, естественно, у меня получится, что Х делить на Р равно эпсилон, много меньше единички. И я буду раскладывать вот эту квадратную скобку в степени минус 1, 2, сохраняя члены нулевой, первой и второй степени по эпсилон. Вот здесь у меня первая степень, вот здесь вторая по эпсилон. И я хочу сохранить... А здесь нулевая. Я хочу сохранить члены нулевой, первой и второй степени по эпсилон. Стандартным образом разлагаем по ε0, сохраняя первые три члена. Свободный член, первый член и второй член. То есть нам нужно взять значение этой функции при ε равном 0, значение производной в 0 и значение второй производной в 0. Опять-таки, я этим заниматься не буду. Я сразу напишу. Так, значит, получится, что единица плюс 2 гамма х делить на r плюс х квадрат на r квадрат в степени минус 1 вторая. Это есть единица минус гамма х делить на r минус 1 вторая х квадрат делить на r квадрат. Это значит значение при ε равном 0. Это когда я первую производную беру. А когда вторую производную там беру, у меня появится стрешечка, но с плюсом. Плюс, не хочется мне это брать, плюс 3 вторых гамма на х скалярно. Квадрат делить на r квадрат. И плюс о малое от ε квадрат. Теперь, значит, ой, вот здесь я забыл. Гамма на х, здесь черточка вверху, конечно, здесь скалярное произведение. Сейчас, прежде чем дальше, так сказать, вычислять, мы сейчас просто вычислим вот этот интеграл с точностью до ε квадрат включительно. Вычислим в явном виде. Как бы это не страшно вам казалось, на первый взгляд. Вот. Но для этого я сначала преобразую вот это выражение. Вот это мне нужно. Значит, что такое гамма скалярно на х? Это есть гамма 1х1 плюс гамма 2х2 плюс гамма 3х3. х3 в квадрате. Правильно? Правильно. Значит, это есть. Гамма 1 в квадрате х1 в квадрате плюс гамма 2 в квадрате х2 в квадрате плюс гамма 3 в квадрате х3 в квадрате плюс... нужно, конечно, здесь же квадрат стоит, конечно, нужно, плюс 2 гамма 1 гамма 2 х1 в квадрате плюс гамма 2 гамма 3 х1 в квадрате плюс гамма 2 гамма 3 х2 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 в квадрате плюс гамма 2 гамма 2 гамма 3 х2 в квадрате плюс гамма 2 гамма 2 гамма 3 х2 в квадрате плюс гамма 2 гамма 2 гамма 3 х2 в квадрате плюс гамма 2 гамма 2 гамма 3 х2 в квадрате плюс гамма 2 гамма 2 гамма 3 х2 в квадрате плюс гамма 2 гамма 2 Теперь вот это я преобразую, значит, я напишу х1 в квадрате, единица минус гамма 2 в квадрате минус гамма 3 в квадрате. Гамма 1 в квадрате заменяю на это. Плюс х2 в квадрате, единица минус гамма 3 в квадрате минус гамма 1 в квадрате, плюс х3 в квадрате, единица минус гамма 1 в квадрате минус гамма 2 в квадрате. И плюс 2, не буду переписывать вот это, это остается без изменений, это то же самое. А это значит есть х1 в квадрате плюс х2 в квадрате плюс х3 в квадрате. Минус, а здесь перегруппируем немножечко. Мы напишем минус гамма 1 в квадрате на х2 в квадрате плюс х3 в квадрате. Минус гамма 2 в квадрате, х3 в квадрате плюс х1 в квадрате. Минус гамма 3 в квадрате, х1 в квадрате плюс х2 в квадрате. Догадались, для чего я это сделал или нет пока? Мы теперь будем интегрировать. Мне же нужно вот этот интеграл посчитать. Но не буду пока трогать множитель перед интегралом, минус мю делить на r. Пока не буду. Значит, интеграл берем именно вот этот вот. Это есть интеграл по Тау. Значит, вот у меня это, это... А, не буду переписывать пока, нет, виноват. Не буду все писать пока. Вот этот интеграл посчитать надо. Будем по частям, как бы это, кстати. Интеграл от суммы равен сумме интегралов, правильно? Будем по частям брать. Значит, интеграл от единички. По Тау, ДМ. Ну, единицу умножить на ДМ. Это чему равно? Интеграл по объему от всех элементарных масс. Масса. Это масса. Совершенно верно. Так, вот это. Интеграл берется по объему. Только и гамма можно вынести за скобочку. Так вот, я использую, что интеграл по Тау, Х, ДМ, чему равен? Х, это радиус вектора относительно центра масс. Вот это, весь интеграл, это радиус вектора центра масс по отношению к центру масс. Значит, что? Ноль. Совершенно верно. Так, теперь смотрите. Вот у меня есть вот минус одна вторая Х квадрат на Р квадрат. И плюс три вторых, то же самое, Х квадрат делить на Р квадрат. Значит, так и напишем. Интеграл по Тау от минус одна вторая плюс три вторых, Х1 в квадрат плюс Х2 в квадрат плюс Х3 в квадрат ДМ. То есть я взял вот это и вот это. С тремя вторыми. Значит, это есть. Значит, минус одна вторая плюс три вторых, это единичка. Пишу одна вторая. Интеграл по Тау. Не единичку, а одну вторую. А здесь пишу Х1 в квадрате плюс Х2 в квадрате плюс Х2 в квадрате плюс Х3 в квадрате плюс Х1 в квадрате ДМ. А это одна вторая, в том же порядке, если. Х1 в квадрате плюс Х2 в квадрате, это момент инерции относительно оси Х1. Это Х3, это Х1, а это Х2. Отлично, разобрались. Это, это, это разобрались. Осталось у меня еще вот эта двойка со всеми этими суммами. Вот это вот. Давайте я ее вот звездочками помечу. Но это ноль. Почему? Интеграл по Тау Х1, Х2, ДМ это центробежный момент инерции. А оси у нас главные. Это ноль. Ну и, так сказать, аналогично и Х2, Х3, Х3, Х1. У нас главные оси, центробежные моменты инерции равны нулю. Так, и осталось совсем немножечко вот это. Опять-таки мы уже знаем, что это интеграл по объему от этого будет G1, от этого G2, от этого G3. Ну вот здесь еще напишу. Интеграл минус гамма-1 в квадрате, Х2 в квадрате плюс Х3 в квадрате на ДМ, интеграл по Тау. Это будет минус G1, гамма-1 в квадрате. Ну и так далее. Аналогично для других слагаемых. Итак, мы получили потенциал В равен минус мю делить на m, минус мю делить на r, минус мю делить на r в кубе, на 2r в кубе, G1 плюс G2 плюс G3. Там на r квадрат еще делится. Поэтому там еще будет и r на r в кубе, вот это. И плюс 3 вторых мю делить на r в кубе, ну подробно напишу, G1 гамма-1 в квадрате плюс G2 гамма-2 в квадрате плюс G3 гамма-3 в квадрате. Плюс О малое, так, отдельно напишу, не поместится. Плюс О малое от мю м делить на r епсилон квадрат. Вот так. Ну и вот все, кроме О малого, можно обозначить через В со звездочкой. Она зависит от r и гамма. Плюс О малое. М делить на r на епсилон квадрат. Значит, вот у меня основная часть, остальное совсем мало. Вот В со звездочкой называется потенциалом спутникового приближения. То есть есть полный потенциал, точный, мы выписали его. Но с ним не очень удобно работать. И для спутников, в принципе, это не нужно. А вот В со звездочкой – потенциал спутникового приближения. Спутни-ко-го приближения. Имеются в виду, конечно же, искусные спутники. Для Луны пренебрегать этими членами нельзя. Луна большая. Так, хорошо. Значит, с потенциалом разобрались. Теперь мы можем написать уравнение движения. Значит, уравнение движения. Уравнение для центра масс. М, Д, В, С, П, Д, Т. Д, П, Д, Т – абсолютная производная по времени. Пока пишем абсолютная. Это есть сила. Сила – это есть минус ДВ по ДР. Потенциал зависит у нас от Р и гамма. Сила – это минус ДВ по ДР. И второе уравнение – теорема об изменении кинетического момента относительно центра масс. Теорема Кёнига соответствующая. Здесь я должен ДП по ДТ, конечно же, вынести за знак. Потому что в абсолютной системе отсчета у меня кинетический момент. Тензор инерции, он не постоянный. ДП по ДТ от GS омега равняется момент силы относительно центра масс. Это значит Р на Ф. Значит, это есть минус Мю интеграл по Тау. Х на Р плюс Х на модуль Р плюс Х. А, вот-вот-вот, здесь Х стоит. Я же относительно центра масс беру. Тьфу ты, черт. Я смотрю, что-то. Здесь Х стоит, а не Р. Я же беру момент относительно центра масс. Значит, Р плюс Х в кубе, ДМ. И после инвентарных преобразований это получается, что это есть гамма на ДВ по Д гамма. Как для твердого тела. Все правильно. Да, я же почему-то и относительно О написал. Момент относительно центра масс. Здесь радиус вектор Х должен стоять. Вот. Итак. Значит, мы получили общее уравнение движения твердого тела. Значит, два векторных уравнения. Теперь мы начнем их преобразовывать, поскольку второе уравнение не очень удобно. Значит, мы начнем преобразовывать. Вот в каком смысле. Значит, у меня Омега большое. Это есть Омега. Омега плюс Омега переносная. Омега переносная у нас есть. Значит, Д по ДТ от ЖС Омега. Омега. Это есть. ЖС Омега с точкой плюс Омега на ЖС Омега. Значит, здесь абсолютная производная, здесь производная в системе отчета, связанной с телом. Это вы знаете. Теперь, значит, какие первые интегралы у нас есть? Естественно, система консервативная, значит, система 1,2 допускает интеграл энергии. Это Т плюс В равно константе. И, во-вторых, сила у нас центральная. Значит, кинетический момент относительно центра притяжения постоянен как вектор. А это есть Р на МВС плюс ЖС Омега. И это постоянен как вектор. То есть у нас есть 6 скалярных уравнений. Но плюс еще нужно кинематические условия добавлять. Вот. И 4 первых интеграла. Интеграл энергии и интеграл кинетического момента относительно притягивающего центра. Значит, это неограниченная постановка задачи. А это я уже начал для ограниченной постановки делать. Поторопился. Но, тем не менее, это нам пригодится. Неограниченная. Теперь, в чем состоит ограниченная постановка? Давайте посмотрим на первое уравнение. Уравнение движения центра масс. Вот здесь стоит минус ДВПДР. А В у нас вот какое. Значит, здесь есть слагаемое с R в знаменателе. А здесь слагаемое с R в кубе в знаменателе, которое умножается, ну, здесь, так сказать, масса на квадрат, на квадрат характерного размера тела. Это очень маленькие величины. И это маленькое. И это еще меньше. Значит, ограниченная постановка означает то, что мы в уравнении для движения центра масс сохраняем в потенциале только первое слагаемое. Потому что остальное очень мало по сравнению с первым. И в ограниченной постановке задачи, вот здесь мы напишем, в ограниченной постановке, один со звездочкой, мы пишем МДВСПДТ равняется минус мю МР в кубе на R. Сохраняем только первое слагаемое. И получаем уравнение, которое мы прекрасно знаем. Это уравнение Кеплера. Уравнение в задаче Кеплера. То есть, центр масс искусственного спутника Земли в поле тяготения движется практически как материальная точка. Ориентация, так сказать, спутника, ну, никакой роли практически не влияет. То есть, вот здесь есть слагаемые, которые зависят от ориентации твердого тела, но они не влияют практически на движение центра масс искусственного спутника Земли. На движение Луны, конечно, влияет все. Там это, так сказать, нельзя сравнить. Вот ограниченная постановка задачи состоит в том, что в точном потенциале, в уравнении движения центра масс мы сохраняем только первое слагаемое. Вот. А, значит, второе уравнение, ну, пока я вот так и напишу, D по DT от G, S, омега. Значит, у меня же это здесь стоит D, V по D, гамма. То есть, это не влияет на изменение кинетического момента. Это не влияет, влияет только вот это. Вот это влияет. А это я отбрасываю. Ну, можно так его и так по-прежнему написать. Гамма на D, V по D гамма. Итак, значит, в ограниченной постановке задачи предполагается, что ориентация тела не влияет на движение центра масс, но ориентация тела, конечно же, зависит от центра масс, от положения центра масс. Потому что в правой части есть величина, которая зависит от радиус-вектора. V зависит не только от гамма, но и от радиус-вектора. Вот. А теперь вот то, что я хотел делать. Это, кстати, чуть раньше захотел сделать. Итак, в ограниченной постановке задачи центр масс движется, как в задаче Кеплера, по коническим сечениям. В частности, есть частный случай движения, что центр масс в ограниченной постановке задачи движется по круговой Кеплеровой орбите. Второе. Ограниченная постановка задачи. Это ориентация тела не влияет пренебрегаем. Ориентация... Пренебрегаем. Вот так написано лучше. Пренебрегаем влиянием ориентации тела на движение центра масс. Отсюда центр масс движется как в задаче Кеплера. В задаче Кеплера траектория центра масс плоская, кривая, коническое сечение. Движение плоское центра масс. Отсюда считаем, потому что мы оси OXYZ можем выбирать как угодно. Считаем, что центр масс движется в плоскости OXY. То есть угол дельта тождественно равен нулю. Движение плоское. Выбираем, так сказать, плоскость движения, чтобы она совпадала с неподвижной плоскостью OXY. Дельта тождественно равно нулю. Если у нас есть задача Кеплера, если движение круговое, если движение круговое, то R тождественно равно R нулевому константе. У нас есть плоская задача Кеплера, задача Кеплера есть движение по окружности. При этом сигма с точкой константа, при этом сигма с точкой это есть, сейчас я забыл, корень из мю делить на R нулевое в кубе, по-моему. Сигма с точкой, да, корень из мю на R нулевое в кубе. И обозначим это омега с нуликом. в ограниченной круговой постановке мы имеем это. Значит, как у нас движется орбитальная система координат, как она, так сказать, вернее, ориентирована. Значит, при этом, при этом, значит, ну, S, S, Z, конечно же, по радиус вектору, естественно, это всегда. теперь, S кси по касательной корбите, S кси у нас параллельно X, Y, но раз центр масс лежит в этой плоскости, то, значит, S кси просто в этой плоскости лежит, и по касательной корбите в сторону движения. А S это по нормали к плоскости орбиты. По нормали к плоскости орбиты. Сейчас, где у меня было написано омега-переносная? Значит, при этом омега-переносная, значит, у нас равнялась, дельта у нас константа, сигма-константа, дельта причем равно нулю, дельта-переносная это сигма с точкой на бета или омега-нулевое на бета. Вот омега-переносная. Там омега-переносная была дельта с точкой с минусом на альфа, но дельта-константа, сигма с точкой на косинус дельта-бета, но дельта равно нулю, значит, косинус равен ретничке, плюс синус дельта на гамма. Вот угловая, значит, да, переносная угловая скорость. И вот теперь, вот теперь мы преобразовываем вот это уравнение. После того, как мы на круговом движении нашли омега-переносная, мы записываем, что омега есть омега плюс омега-нулевое на бета и дальше начинаем вместо омега-большого подставлять сюда вот эту вот сумму и заниматься арифметикой. Вот этой арифметикой я заниматься не буду, а сразу напишу на доске ответ. Значит, для ограниченной постановки задачи центр масс у меня движется по круговой орбите, а ориентация определяется вот из такого векторного уравнения gs омега с точкой плюс омега на gs омега минус омега-нулевое gs омега на бета и это равно 3 омега-нулевое в квадрате гамма на gs гамма и минус омега-нулевое в квадрате бета на gs бета посмотрите, значит, вот эти члены они вызваны, значит, ну и реценон инерционными свойствами и гравитационным потенциалом в уравнениях. вот это что такое? Это вызвано, это кориолисовая сила инерции. Кориолисовая. А это потенциальная энергия переносных сил инерции. Вот уравнение движения, значит, уравнение 3 напишу. Уравнение 3 описывают так называемое вращательное движение спутника или, значит, движение спутника вокруг центра масс. То есть, внеограниченной постановки поступательное вращательное. Здесь нам, как бы, движение центра масс задается, и мы изучаем только, как спутник движется относительно центра масс. Как он меняет ориентацию относительно центра масс. Это динамическое уравнение, одно векторное уравнение, но в системе отчета, связанной с телом, мы знаем, не знаем не только омега, но мы не знаем и бета, и гамма. То есть, в этом уравнении три векторные неизвестные. Но, естественно, в орбитальной системе отчета бета и гамма константы, и, значит, мы для них пишем уравнение типа Пуассона. Бета с точкой плюс омега на бета равно нулю. и гамма с точкой плюс омега на гамма равно нулю. Поскольку бета и гамма постоянны в орбитальной системе координат. А вот в системе отчета, связанной со спутником, они, значит, будут вот именно определяться уравнениями, соответственно, 4 и 5 уравнений. Вот теперь система уравнений 3, 4 и 5 замкнута относительно омега, бета и гамма. Ну, зная бета и гамма, всегда найдем альфа, как правая тройка однозначно находим. Вот. Эти уравнения какие интегралы допускают? Здесь уже никакого интеграла кинетического момента нет, но есть обобщенный интеграл энергии 6. это кинетическая энергия относительного движения плюс измененная потенциальная энергия, которая есть есть потенциальная энергия гравитационного поля 3 вторых омега нулевое в квадрате G, S, гамма на гамма и потенциальная энергия переносных сил инерции G, S, бета на бета. Измененная потенциальная энергия. Конечно, кориолисовые силы на изменение потенциальной энергии не влияют. Ну, естественно, если я скалярно умножу уравнение 3 на вектор омега, то вот это будет тождественным нулем. Будет смешанное произведение, два вектора одинаковые. Это вот обобщенный интеграл энергии. Ну, и кроме того, у меня здесь не поместилось, еще, естественно, есть три геометрических интеграла. Это интеграл 7. Бета на бета равно единичке. 8. Гамма на гамма равно единичке. Константы этих интегралов выбираются из геометрических соображений. Ну, и 9. У меня бета и гамма ортогональны между собой. Бета на гамма равно нулю. Это легко проверить, что это первые интегралы. Ну, это понятно, мы проверяли, так сказать, для уравнения Пуассона. Ну, и бета на гамма тоже, конечно же, ноль. А вот выражение 6, оно у нас равно константию? Ой, константию. Ну, аж со звездочкой можно написать, поскольку мы берем спутниковое приближение потенциала. Аж со звездочкой. Конечно, константию. То, что это интеграл, это легко проверяется. Я просто дифференцирую. Ну, константа произвольная, на самом деле, если с точки зрения диффуров, но мы-то знаем, что они ортогональны, значит, ноль. Просто, если продифференцировать скалярное произведение бета и гамма и учесть уравнение 4 и 5, то мы получим тождественное ноль. Легко проверить. Бета с точкой скалярно на гамма плюс гамма с точкой скалярно на бета, учитывая уравнение 4 и 5, можете проверить, даст тождественное ноль. Та будет сумма двух слагаемых в векторные произведения, в которых порядок изменен. Поэтому их сумма равна нулю. Порядок со множителя изменен. Вот. Итак, вот это, так сказать, основное уравнение, которое изучается в динамике спустных спустников Земли, когда изучается ориентация спутника. Это очень важно, особенно для орбитальных станций. Орбитальные станции должны быть ориентированы примерно постоянно, так сказать. Поскольку там есть солнечные батареи, есть, так сказать, передающие антенны и прочее, так сказать, они должны как бы ориентированы быть постоянно в орбитальной системе отчета. Поэтому очень важный вопрос это существование и устойчивость относительных равновесий относительных равновесий спутника на круговой орбите. Относительные равновесия спутника на круговой орбите. Ой, здесь я написал омега, здесь бета, конечно. Я что-то в явном виде написал. Итак, сейчас я расскажу немножечко об относительных равновесиях спутника на круговой орбите. Все это в рамках ограниченной задачи. Относительные равновесие, это вы знаете уже, определяются как критические точки, измененные потенциальной энергией. Так мы искали, скажем, относительное равновесие в плоской круговой ограниченной задачи трех тел, относительное равновесие астероида. То есть, мне нужно найти критические точки измененной потенциальной энергии. Она вроде бы, потенциальная энергия зависит от двух векторов, то есть, от шести переменных. Но эти шесть переменных связаны тремя соотношениями. Так что, то, конечно же, измененная потенциальная энергия зависит только от трех переменных, как и должно быть. Потому что для вращательного движения спутника это уже система с тремя степенями свободы, а не с шестью, как неограниченная постановка. Но тоже вас учили, как искать условный экстремум, относительное равновесие. Значит, берем функцию φ, которая есть W, ну и напишем здесь плюс 1 вторая лямбда 1 бета скалярно на бета минус 1, плюс 1 вторая лямбда 2 гамма на гамма минус 1 и плюс лямбда 3 бета на гамма. И эту функцию рассматриваем как функцию от бета, гамма и лямбда. И уже ищем безусловный, ой, не W, а φ. И ищем уже безусловный экстремум функции φ. Ну, дфи по дэ лямбда и равно нулю, и равно 1, 2, 3, нам, естественно, дает условие 7-9, 7, 8, 9. Теперь записываем дфи по дэ бета. Это есть, в W. Смотрим. Ага, это будет минус омега... Давайте, кстати, на омега 0 сократим в квадрате, чтобы не мучиться с лишним сомножителем. Это никакой роли не играет, омега 0 константа. Значит, это будет минус Gs бета. Теперь здесь плюс лямбда 1 бета, плюс лямбда 3 гамма. Равно нулю. Дэ фи по дэ гамма. Это 3 Gs гамма, плюс лямбда 2 гамма, плюс лямбда 3 бета. Равно нулю. Но поскольку бета и гамма векторы ортогональные между собой, то из этой системы уравнения мгновенно следует, что лямбда 3 равно нулю. Значит, вот это легко показывается. Так, а это значит, что бета и гамма удовлетворяют следующим соотношением. Gs бета равняется лямбда 1 бета, а Gs гамма равняется минус лямбда 2 делить на 3 гамма. А это условие чего? Это условие того, что бета и гамма – собственные вектора матрицы, соответствующей тензору инерции Gs. То есть других относительных равновесий нет. Собственные вектора – матрицы, соответствующей тензору инерции Gs. А это значит, что в задаче о движении спутника на круговой орбите возможны равновесные ориентации только такого типа. Одна из главных осей инерции, но ей соответствует, допустим, единичный вектор EI, она направлена вдоль радиус вектора. Вторая, Е2, ой, не Е2, Ежи, я не знаю какая. Первая, вторая, третья, не знаю. Ежи направлена вдоль касательной к орбите, и третья ЕК направлена вдоль нормали к плоскости орбиты. И, Жи, К равно 1, 2, 3, и И не равно Жи, не равно К, не равно И. То есть спутник на круговой орбите может сохранять ориентацию только в тех случаях, когда одна из его главных центральных осяй инерции направлена по радиусу вектору, смотрит на Землю, другая по касательной к орбите, а третья ортогональна плоскости орбиты. Ну уж, мучить исследованием устойчивости я вас не буду, но просто скажу результат, который, впрочем, внимательные слушатели должны предвидеть. Итак, вот, значит, у меня есть круговая орбита, вот притягивающий центр, вот у меня спутник, ну, большой, побольше его нарисую. Вот у него центр масс. Обязательно одна... Ну, давайте, раз я ТАП написал, я в таком порядке нарисую. Вот это С. Значит, ЕИТ направлено по радиусу вектору, ЕЖИТ по касательной к орбите, ну, и ЕКТ по нормали плоскости орбиты. Спрашивается, когда на этих равновесных ориентациях измененная потенциальная энергия имеет минимум, и, следовательно, эти равновесные ориентации устойчивы. Это легко исследовать, в принципе, но нужно, значит, написать условия минимума функции W на вот при условиях на бета гамма 6, 7, 8, по-моему. Нет, 7, 8, 9. Условно-экстремум. Но я сразу ответ напишу словами, без букв. Значит, вдоль радиуса вектора самая длинная ось эллипсоида инерции. То есть ось наименьшего момента инерции. Спутник трехосный. Ось самого маленького момента инерции. Значит, это ось эллипсоида инерции, самая длинная получается. Вдоль радиуса вектора. Вдоль нормали самая короткая ось эллипсоида инерции. ну, значит, то есть ось наибольшего момента инерции. Наибольшего момента инерции. эллипсоида инерции. Ну, и показательной ось среднего момента инерции. помните гантель Белецкого я рассказывал? Там самая длинная вдоль радиуса вектора по размеру. То есть вытянутая обычно орбитальные станции, это, конечно, не гантельки такие, а это тела, но они делаются вытянутые вдоль радиуса вектора. так сказать, именно они располагаются вытянутой своей частью, но а если они же, так сказать, и не плоские, в общем, нужно, чтобы чтобы вот если эллипсоид инерции на орбите нарисую, эллипсоид инерции вот должен быть такой, вот самая длинная ось, как-то вот, ну да, самая длинная ось, значит, по радиусу вектору а по, значит, нормальной плоскости орбиты самая коротенькая ось, ну, а по радиусу вектору средняя, вот, так и устроены вот орбитальные станции, которые, естественно, должны сохранять постоянную ориентацию, потому что у них там, повторяю, солнечные батареи, оборудование и так далее, и так далее, вот так они и делаются. Если это, так сказать, условия нарушить, то станция начнет кувыркаться, а это плохо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok